Этого матча болельщики ждали с большим нетерпением, но не прочь были отложить еще как минимум на месяц, как раз аккурат после финала битвы за Братину. И лучшим вариантом в таком случае было бы чемпионство Липецка. Судьба распорядилась иным образом. Команда распрощалась с надеждой о кубке после первого же раунда плей-офф. Это, конечно, расстраивает, но болельщикам унывать не дают, и подобные матчи, безусловно, дарят море положительных эмоций. Это большой заряд позитива, хороших эмоций. Нам очень приятно сыграть с нашими болельщиками. Они весь сезон ходят, поддерживают нас. Спасибо им это большое. Неверно будет сказать, что для этих людей это первое появление на льду. Многие прошли хорошую закалку в любительской лиге. А некоторые не раз участвовали в подобных матчах. Например, для Андрея Коротенко это уже третий по счету. И сейчас признается, все гораздо проще, чем было еще несколько лет назад. Это было очень сложно, на самом деле. Одевались очень долго. Не знали, как одевается форма. Прежде всего, нам ребята объясняли, показывали. Ну и обретали уверенность. Но вот этот персонаж участвует в матче болельщиков и хоккеистов впервые. На сей раз Шмель Жека вместо флага взяла в руки клюшку. И принял сторону хоккеистов. А по ходу игры не переставал купаться в лучах медийной славы, успевая раздавать интервью налево и направо. Я решил заводить в этом матче хоккеистов. Все-таки им достаточно сложно находить мотивацию на эту встречу. Поэтому решил, что я своим примером, своим желанием покажу им, как нужно сражаться, как нужно играть. Жека играл зажигательно. Разумеется, был в центре внимания и нередко на острие атаки. Гол забит только один, поэтому будем стремиться к лучшему. К чему стремишься? К скольки? Конечно же, хит-трик, чтобы полетели бейсболки на лед. Аппетиты Жеки, несмотря на грозный вид лица, вполне себе умеренные матчи между болельщиками и хоккеистами, как правило, получаются результативными. Но главным бомбардиром суждено было стать все-таки не ему. Вот этот молодой человек поднял планку так высоко, что вряд ли бы кто осмелился посигнуть на озвученную цифру. Ты уже гол забил, да? Сколько вообще планируешь сегодня в их ворота закатить? 50. 50 шеев? Да. Думаешь, по силам? Да. Ну, удачи тебе. Да. На протяжении всей игры счет балансировал на грани равного. Никто не хотел уступать, вернее будет сказать, никто не хотел далеко уходить вперед. Мы играем на столько процентов, чтобы получить удовольствие. Я рассчитываю на ничью, поскольку ничья это все же лучше, чем победа или поражение. Конечно, сыграть ничью, а там как получится. В общем-то, что хотели, то и получили. А две, как кому-то кажется, несчастливые цифры на табло в этот вечер осчастливили абсолютно всех.